На 9-ю региональную конференцию некоммерческого партнерства объединения производителей железнодорожной техники съехались 170 компаний из 34 субъектов России. Общий объем производства всех предприятий партнерства почти 400 миллиардов рублей. Это 90% всей железнодорожной продукции страны. Местом проведения конференции был выбран научно-производственный комплекс «Элара». С 2006 года на заводе появилось направление железнодорожной техники. Сегодня в цехах производят бортовые системы управления, станционную и перегонную автоматику для тепловозов и электропоездов не только нашей страны. Все операции автоматизированы. Здесь участие человека минимальное, но за счет этого достигаются такие высокие показатели по качеству и безотказности. И все эти технологии мы применяем при производстве изделий железнодорожного управления. Чуваша известна во всем мире как регион, в котором сосредоточены ведущие предприятия электротехнической отрасли. Продукции «Бреслера», «Элары», «Экры» неизменно пользуются большим спросом. Я бы в плане хотел отметить еще и активную позицию руководства республики. О том, что оно… Я впервые это услышал, на самом деле, в Москве на разных выставочных мероприятиях, когда руководство республики ходило и так активно представляло свои возможности, возможности региона. И это было, на самом деле, достаточно давно, это пять лет назад впервые начиналось. И сегодня есть уже конкретный результат. У Чувашии многолетнее взаимовыгодное партнерство с российскими железными дорогами. Пять лет назад Михаилом Игнатьевым и Владимиром Якуниным было подписано соглашение. За это время в два раза увеличилось количество организаций республики, сотрудничающих с РЖД. А объем отгруженной продукции вырос на 15-20%. Всего в республике 26 промышленных предприятий производят продукции железнодорожной тематики для структурных подразделений Акционерного общества «Российские железные дороги». И сотрудничают с ними на взаимовыгодной основе. В среднем год чувашскими товаропроизводителями отгружаются железнодорожные продукции на 15 миллиардов рублей. И этот показатель в динамике ежегодно растет. На обеспечение деятельности российских железных дорог работают 19 отраслей экономики. За 2014 год компания перечислила в бюджет страны 255 миллиардов рублей налоговых отчислений. Тем не менее, Владимир Якунин отметил, что в 2015 году стране придется столкнуться с серьезными сложностями из-за замедления темпов экономического роста во всем мире. Несмотря на то, что в РЖД на импорт приходится всего 4%, компания продолжает искать пути выхода из данной ситуации. Главным считаем импортозамещение программных продуктов. Переход на программные продукты написан российскими программистами, российскими специалистами. И нами скоро будет утверждена программа перехода системы управления на российскую программную базу до 2017 года. Так называемое открытое программное обеспечение. У нас очень большие проекты с нашими итальянскими коллегами по этому поводу, с зарубежными коллегами и российскими предприятиями. В условиях кризиса встал вопрос и об инвестиционном проекте строительства высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». Возможно ли, что проект отсрочит или подкорректирует из-за недостатка средств? На сегодняшний день есть распоряжение Дмитрия Анатольевича о выделении средств на проектно-изыскательские работы. Мы очень рассчитываем, что никакие потуги все-таки найти способ и торпедировать это указание не окажутся успешными. И мы тогда в сентябре следующего года представим проект развития ВСМ уже в соответствующих проектах документов. Если это произойдет, то в сентябре закончим проектно-изыскательские работы, после этого 4 года на строительство. До 2018 года гарантируем, что построим высокоскоростной участок до Владимира и от Владимира до Нижнего Новгорода. Также на конференции был подписан ряд соглашений о дальнейшем сотрудничестве между предприятиями объединения производителей железнодорожной техники и РЖД. Анастасия Алексеева, Андрей Шоклев, Республика.